За последние сутки в регионе выявлено 46 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Несмотря на то, что интенсивность распространения COVID-19 в Магаданской области составляет около 10% по отношению к предыдущей неделе, специалисты не бьют тревогу. В период возвращения колымчан из отпусков такой скачок был прогнозирован и медики были к нему готовы. Сейчас в госпиталях находится порядка 130 среднетяжелых или тяжелых больных. В остальных случаях граждане получают лечение амбулаторно. Да, действительно, в большинстве случаев коронавирусная инфекция протекает легко. Да, действительно, при коронавирусной инфекции не отмечено ни урежение, ни очищение случаев заболевания или инфицирования у полных, худых, курильщиков, некурильщиков. Но тяжесть протекания, она зависит от преморбидного фона. На сегодняшний день восьмая редакция временных методических рекомендаций по лечению новой коронавирусной инфекции отличается от первых версий, как небо и земля. На этой неделе в Магадан поступит первый транш вакцины от коронавируса. В первую очередь ее получат медицинские работники первого касания, то есть те, кто тесно взаимодействует с пациентами. К декабрю будет налажен массовый выпуск вакцины с ядром в виде человеческого аденовируса. Пожилые люди для вакцинирования пока не рассматриваются. Возрастное ограничение для использования препарата от 18 до 60 лет. Вакцин много разных. Часть вакцин, они являются ослабленными. То есть там, где есть живой вирус, он ослаблен специально, чтобы не вызвать заболевание. Часть вакцин являются инактивированными, субъединичными и так далее. А есть отдельно стоящая категория самых современных вакцин. Они сложны в производстве, они сложны в разработке. Это векторные, генноинженерные, рекомбинантные вакцины. За ними наше будущее, потому что в этих вакцинах вообще не содержится возбудителя. Как не содержится возбудителя и в вакцине от гриппа. Сейчас в Магаданской области активно ведется прививочная кампания. Для формирования иммунной прослойки ей должны быть охвачены более 80 тысяч колымчан.